здравствуйте уважаемые зрители и подписчики канала мы продолжаем свое прохождение игрушечки more utopia играем из игр у спикаде 7 я направлялся в управу она встретил девочку и у нее есть что-то интересное для нас а вы все про тебя знаем расскажи ко мне сказку да но слушай эта сказка про реку гархон и как образовались ее притоки жилка и глотка давным давно жил на свете старик по имени бай урага голова у него была бычья от тела человечей а вместо рук корови копыта а ноги а ноги его протянулись по всей земле и вросли в нее как огромные корни сначала он кушал камни траву и деревья которые росли вокруг него так далеко как могла дотянуться его шея наконец он съел все и вокруг него стала пустыня что же было дальше в общем он был прожорливый и беспомощный и вот когда он съел все что было вокруг него старику бай ураги захотелось пить угадай что же произошло я даже представить не могу но подумай еще немножко угадаешь расскажу конец ладно подумаю а вот так вот друзья так сейчас может быть мы вы вы выведаем вероятно он умер правильно но причем же здесь река это вторая часть сказки я расскажу тебе ее попозже все таки все таки нет не удалось так 6 меняться не на что за мной там где-то крыса бегает эта проблема но проблем то решаем так также мне пригодится подлатать ножичек печать и в общем то мы с вами почти дошли я напомню что мы с вами преследуем скажем так идем по стопам инквизитора который решает насущные вопросы в городе вопросы с бойнями с термитниками были уже решены быстро и незатейливо и сейчас она разбирается с управой не везет мне на порошки хоть ты тресни она разбирается с управой точнее самодурством и самосудом александра соборова как вы помните в этот день уже вовсю хватали людей запирали в тюрьмах и из-за этого люди в тесноте в давке погибали от болезни но глава я пришла чтобы расставить все вопросы здесь и точки надо и так ребят чё тут у вас шмон проверка чё происходит справедливости беспристрастность вот правило который следует законный посланец властей ты уверен правительственный инквизитор произведет скорейшее расследование выявит и примерно накажет виновников преступления по делам с но каком преступлении речь их тут совершалось сотки эту тюрьму имею ввиду с имела место массовое заточение невиновных необоснованная расправа привлечение неправовых метод преступная халактность повлекшая в проникновению в камеры заразы и массовая гибель людей должна нести ответственность они вашего ли брата и вешать за эти неоправданные расправы том воля не нашим исполняем приказ ну а думать то нам и не велено инквизитор здесь и сиять ству шли производить дознание на фатеру к ростовщику кровохлёбу вот к тому то что учинил бесчисто с поджогами и в корне всего заговора стоял вот теперь то и ответы там пеньку галстуков а не поджигай ну и люджет слюду служивый и здесь мы с вами не успеваем немножко мне кстати очень интересно что тут происходит действительно действительно тут все плохо и действительно мы опять с вами не успеваем здесь тоже было решено выпустили невинных людей карают те кто в этом виноват по моему сабурова совсем дела плохи а а между тем около и продолжает решать вопросы теперь она направилась поджигателем да действительно с горбуном уже покончено но это не отменяет того факта что в городе действуют поджигатели и угла и собирается навести порядок и в этом вопросе так значит собственно дом горбуна нашу следующие отель ужасно дорого чинить вещи впрочем какой у нас выбор нам нужна защита видел где-нибудь в окрестностях людей с клеуголовыми масками исполнителей лишь моду взяли то под масками прятаться и так-то они проклятые на всех углах и мерещатся подберется где такой клево ротой откуда знать кто под ней прячется может друг а может не друг а может смерть моя а вот и разбери и кто под ними обычно оказывается че только не рассказывают ай да ну их клешеву плюю на них проклятых разносит мертвецов и дурные новости знать не хочу кто на себя берет такую каторжную работу представление разыгрывают всегда ненавидел театр эти а я все-таки надеюсь что это люди и почему они так одеваются балахон с маской снижает говорят это верно сколько мертвых не наблюдал а вот в плаще и в маске ни одного не видел может все таки гнус заразу разносит ты как считаешь да гнус крыс и трус да кстати самое важное то я не посмотрел у меня хорошо я понял так иммунитет то не очень да может еще на стоечку жахнуть вообще довольно быстро выветривается на стойке может быть нам бы не мешало их сделать чуть чуть побольше не знаю посмотрим целом все неплохо а итак друзья но мы подбираемся к дому карбуна надеюсь что все таки здесь мы огла его сможем застать но сразу вам скажу вот сейчас будет сложно понять цепочку событий довольно довольно непросто но попробуем итак дом пуст мы его уже обобрали здесь происходит примерно следующее мы видим с вами молодчиков каина которые расправились с поджигателями но среди поджигателей нету тела горбуна то что говорит о том что с горбуном то уже все давно давно закончилось но естественно здесь нет оглаве было бы странно если мы все-таки я смогли застать нет нет я сам ничего не понимаю все вопросы вон к нему хотя вряд ли он скажет больше я ведь здесь исключительно из-за чувства товарищества похвально то есть нам нужен вот этот юноша и вы по тому же делу ждем надеюсь мы сумеем обезвредить ее одним внезапным ударом перерубим ей хребет ударом скальпеля образно говоря подсечем чё-то несешь как прикажется вас понимать нет ничего оставьте ничего виктор сумеет обстричь ей когти ему известно чей скелет лежит у нее шкафу какой бы казни она не хотела подвергнуть создателя лекарства интрига провалится если вывести ее на свет нам не жаль было рубина но теперь мы на его стороне погоди вы говорите правду она собирается избавиться от создателя панацеи а вам нужно доказательств за ними обращайтесь к виктору мы всего лишь готовы пополнить силы сопротивления черту грядущую тиранию черту лицемерное расследование прикрывающие личные замыслы такой инквизитор не поможет нашему городу надеюсь виктор у себя друзья давайте попробуем хотя бы прочитать что происходит инквизитор отправился в логово горбатого ростовщика чтобы искоренить пятеж истребителей вот это опасный свидетель он свалит на меня много такого что прозвучит вполне правдоподобно нужно спешить туда мог счастью горбун уже ни на кого ничего не свалит виктор каин догадывается об истинных целях этого инквизитора стоит посоветоваться с ним прежде чем идти когти к говорится то есть то есть посмотрите есть банды истребителей где тоже им надо было базироваться да понятно что эти места устал дом ростовщика суда залетают молодчики каинов и перебивают истребитель технически сейчас должна была бы прийти сюда аглая лилич и попасть в ловушку западню вот этих ребят каинских ребят которые ее чик-чик-чик и все вопросы решены все почему так потому что действительно семья каин их знает об истинных замыслах аглая лилич и мы с вами немножко знаем истинных замыслах аглая лилич но это история дней будущих поэтому пока не будем об этом говорить лучше пойдем сейчас к виктору и выясним у него что же здесь происходит и собственно что же здесь за дела творятся так что я вот говорил вам что будет немножко сложновато к пониманию цепи событий и все приходится в этот день как бы вот раскладывать по полочкам потому что да я и сам то до конца не уверен так оно не так сколько можно облака успокоить 11 нормально бакалавр прощен хоть он и не узнал что стало причиной болезни но это ни о чем не говорит видите бурых как неожиданно повернулась колесо судьбы какое странное совпадение и совпадение ли почему вопреки всем ожиданиям место многоопытного орфа вместо решительного карминск суда прислали именно аглая лилич что же в этом удивительно прежде всего то что аглая лилич родная сестра моей покойной жены это можно было бы счесть удачи если бы недавняя ненависть которой сестры питали друг другу несмотря на разницу в возрасте ужасно непримиримая ненависть которую не сгладила даже смерть старшей сестры это совпадение боюсь у аглая здесь слишком много личных интересов пересечется сдал и все эти личные интересы не сулят нам ничего хорошего мне кажется эту экспедицию аглая лилич рассматривает всего лишь как повод для мести кому моей покойной жене и своей старшей сестре вернее тому что ее осталось но кто позволит инквизитору использовать миссию для личной мести никто никто дорогой мой а что отчаяние недавно мне стало известно что аглая лилич приговорена к смертной казни кстати за пристрастие к интригам с двойным дном спасти это шафот ее может лишь чудо таком состоянии легко сорваться 7 бед 1 ответ как тогда ей могли поручить миссию я предполагаю три версии первое то что мои сведения не верны вторая что она явилась сюда самовольно устранив по пути настоящего инквизитора и незаконно присвоила себе его полномочия тем более если ей так сказать уже нечего терять но это слишком фантастично но третье а третье но и самое вероятное заключается в том что власти предоставляют аглая лилич последнюю возможность реабилитироваться поручив ей почти безнадежное задание тем более удобное что слишком уж велики шансы на смертельный исход для нее пожалуй эта версия наилучшая для нас вот только для вас наихудшая почему потому что мой дорогой друг что ей не нужны конкуренты задача инквизиторов найти дерзкое решение неразрешимой проблемы столь острое что его необычность при условии эффективности разумеется оправдывала бы безнаказанность инквизиторов с лихвой для этого их и держат но вы лишили аглаю шанса доказать свою состоятельность и боюсь что ей уже об этом известно я никого не боюсь ну что ж тогда вы с чистой совестью можете явиться при дочи инквизитора избежать этого вам не удастся если конечно вы не захотите спастись бегством не бойтесь не захочу вероятнее всего она уже в соборе а мне остается только пожелать вам удачи судьба была так благосклонна к вам в эти дни что возможно она продолжит и впредь осыпать вас своими милостями если вы войдете в собор я готов даже ставить три против семи чтобы выйти оттуда живым и свободно я надеюсь видите в чем суть здесь не ходит вокруг да около да здесь нам напрямую говорят о том что ну конечно том что мы уже с вами знаем что аглая лилич не на хорошем счету власти до что у нее есть тут свои интересы что она себе на уме но все-таки для меня до сих пор загадка действительно почему она хочет убить создателя панацеи как бы какой в этом резон ей потому что ведь создатель панацеи по всей идее наоборот удовлетворяет ее планом то есть она и нах найдет выход и утрет нос украином и как бы почему это так я не знаю но вот друзья мы сделали с вами круг подсчета по всему гархону много где побывали узнали помогли узнали как эффективно работает ингвизитор и мы ее встречаем опять в соборе да и сделали круг подсчета так ну что трагики никак вы сама не хотите поговорить ну и ладно пойду сдаваться за что они так издеваются надо мной велика власть одних над другими не правда ли кто в наше время может остаться свободным каждый является пешкой в чужой игре каждый всклеп и каждый обман кто например вот этот горды бакалавр который только что говорил со мной свято верил свою свободу но мои худшие опасения подтвердились он был лишь игрушкой в руках властей по чужому на вето послал стрелу в достойную цель она поразила его спину я и не ждал что застану эквизитора в таком волнении это подло играть на чужом благородстве да подло им неизвестно кому это нужно те кто распорядились моей судьбой таким же образом распорядятся судьбой остальных эмиссар один уже сыграл свой выход другой готовится к выходу я уже слышу как лязгают оружием его батальоны оба в первом случае она говорит про бакалавра что он свою роль выполнил как бы как мы знаем не до конца а второй это по понятным причинам полководец который уже брякая оружием скоро появится в городе значит инквизитор стоит между ученым и разрушителем так значит ты уже стоишь на пороге моего будущего открытия с чем пришел сюда тот кого называют гаруспиком служителем и потрошителю хотел представиться видно это уже и не к чему я смертельно устал хочешь сказать чего ради я совершил все что я совершил как интересно и чего же ради говорите меня сейчас чрезвычайно интересуют вопросы самоопределения судя по тому как со мной обошлись и слишком рано поставила крест на этих проблемах я думал это будет допрос выходит это исповедь отнюдь вы получили от вашего отца приглашение на его собственные похороны по приезду убедились что он убит после чего получили во-первых наследство с обязательством сохранить некое незнакомое вам существо посредством панацеи а во вторых предупреждение неизбежной жертве который вам предстоит для этого принести так причем обратите внимание что она прям напрямую говорит что вы убедились что он убит то есть он не умер от язвы он убит вот как бы укази это все прочитала но это не вся правда значит они заставили вас изобретать панацею неожиданный ход как можно было меня чего-то заставить все обстоятельства вели вас к этому изобретение панацеи вы сочли своей основной задачей и вы думаете что сами это придумали но в чем же моя вина ах да никто здесь ни в чем не виноват разве ты в чем-либо виноват власти тебя обманули все было подстроено кто направит тебя по этому пути кто сыграл эту злую роль в твоей судьбе ты пешка в их нелепых руках орудия казни другого человека вообще в чем-то она права потому что изначально передали наследие дали нам убежище рассказали что делать ольгинский а мы с вами ставим что ольгинский стихарца то работают с властью до получали от них письма и наставление что им делать возможно нас действительно с вами действительно с удовольствием действительно использовали я делаю то что я считаю должным я выбираю свой путь если кому-то угодно использовать мои решения ради своих интриг что ж пусть так ну и хладнокровие или я не понимаю очевидного человек послушай тобой играют если ты не веришь фактом которыми я располагаю подолгу своей профессии хочешь я докажу тебе это но неужели я буду менять свои решения только ради удовольствия испортить кому-то интриг за моими решениями стоит сыновий долг и любовь мне и довольно это достойный ответ ты выглядишь потрясенный отчего странно но это простая мысль раньше никогда не приходила мне в голову неужели это так просто будь самим собой это совсем не просто невероятно позвольте я посмотрю на вас внимательно может быть вы посланы мне судьбой подожди мне нужно подумать я не тороплюсь да вот мое решение бакалавр сказал мне тебе нужен гибрид быка и человека у меня есть гипотеза иди в бойне проход должен подчиниться по случаю моего приезда открыты все входы и выходы как-то туда возвращаются всех кто выжил во время блокады термитника воспользуйся этим войди каюну старейшими спроси его а в роксах потребуй чтобы он выдал тебе частицу быка которого как мне доложили убили тут накануне иди что-то в лице так изменился давай идти пока не поздно хорошо я не понимаю что сейчас произошло но я иду и друзья с этого дня под таврова мы с вами сможем видеть картину мира да как вы помните у бакалавра тоже складывалась картина мира посредством того что он узнавал да но это собственно многоградник который пробил штырем землю добрался до сгустков мы с вами видели такие скажем так жилы отходящие от города да и все такое у гору спика немножко другое мировоззрение как вы понимаете он не будет смотреть на город со стороны непосредственные логики или науки здесь будет складываться другая картина мира зрения миросоздания если хотите и это интересно так тем не менее наш следующий пункт назначения это бой причем ситуация довольно неординарная неординарно вот почему если вы вспомните в этот день бакалавру пришлось скажем так чуть ли не силой получать разрешение попасть в бойни конкретно ему пришлось бегать за игрушкой за игрушкой для тайты то есть он добивался того чтобы ей понравится и чтобы она разрешила ему пройти бойни может не за игрушкой я не помню что мы точно делали но стопроцентно мы с вами добивались разрешения попасть в бойни чтобы мать настоятельница бойни для нас открыла да действительно это было под конец седьмого дня здесь же выясняется что в общем то мы проделывали бестолковую работу потому что инквизитор все равно открыла бойни и как бы хочешь не хочешь а пройти туда может сегодня любой потому что они открыты для того чтобы выпустить выживших выживших степняков чтобы помочь возможно раненым и заболевшим и так далее и тому подобное вот поэтому сейчас мы с вами попадем не куда бы то там а в бойни наконец-то увидим что же из себя бойни представляют а изнутри чё я хожу у меня все равно ничего нету чтобы менять а мне ничего и не надо ладно друзья буду подходить и там мы с вами встретимся итак друзья ну вот мы вот вот подойдем и мне пришло какое-то письмецо какое-то письмецо которое стоит почитать младший влад об утреннем допросе отец вернулся из собора инквизитор страшным образом ведет расследование заслоны неясности и недомолвок разрушаются под ее вопросами как карточные домики вам лучше хивиться к ней каждый выгораживает себя искажает правду так чтобы переложить ответственность на другого в свете этих рассказов ваша роль в событиях минувших дней становится все более неприглядной приходите объяснить ей что вы делали пока ваши поступки не объяснили и за вас ваши недоброжелатели Влад Ольгинский младший по скрипту берегите себя каждый по чуть-чуть нам рассказывает о том как развивается событие с инквизитором как люди с ней знакомятся каждый пытается повернуть все так что мол это не я что я здесь ни при чем так друзья мы с вами подходим к основному входу в бойне к этому грандиозному массивному строению в котором мы с вами так и толком не побывали в этот же день туда пойдет бакалавр но бакалавр чужой бакалавру не место в бойнях и поэтому на него нападут мясники мы же менху и друзья вот так в толще земли скрытые под куполом под каменным куполом бегают черви черви в чреве матери бодха это собственно друзья есть утроба матери бодха утроба великой матери земли и я вообще честно скажу не уверен правильно ли я иду вот это место это выход по моему врат скорби вообще давайте здесь походим погуляем потому что я плохо здесь ориентируюсь и как бы мне не хотелось быстро я не найду и где-то здесь в бойнях в этом местилище нашего народа племени находится и старшина аюн вообще на самом деле хочется сказать что как-то бойни не впечатлили вот что что а ну можно же было здесь знаков нарисовать на стенах понатыкать факелов постелить ковров там черепа раскидать пару танцующих твериновых невест сделать да ну что то такое из этого мы с вами видим тупо пещеру в которой видимо живут пещерные люди немножко бычков живых осталось видимо на разведение ну есть конечно какие-то места типа вот зала да с которого типа вот так можно вещать там там верной дорогой идем товарищи а и ты малой тоже да вот есть некоторые такие вот места там что-то непонятное но все равно хочется сказать что бойни они как-то вот как-то вот прям не впечатляют как какая-то шахта заброшенная что ли то есть я бы даже сказал что кровеносные скажем так пути под театром меня как-то даже больше впечатлили чем момент вот именно с бойними ну что ну просто пещерные люди вот посмотрите в каких антисанитарных условиях они живут то есть можно было бы что-то выдолбить вот из этих какую-то статую быка например было бы круто и вот собственно место поклонения а место старшины а юна очень своеобразный персонаж друзей кстати вот да череп каких размеров да вы представляете каких размеров был прими гениус и он просто огромен старшина я буду чтить линии ритуала слова имеют плоти старшина бои младший варлат сказал о нем это не вполне человек говорят он потомок быка руководит работами потому что происходит из рода мина благодаря его деятельности бойне оставаясь языческим капищем одновременно функционирует как преуспевающий промышленный комплекс как ему это удается мне неизвестно Виктор Каин сказал о нем хтанические люди управляют городом снизу их тоже можно хозяевам отнести каждый имеет веский авторитет в пределах своего анклава старшина на бойнях гриф в катакомбах под складами в городе их власть осуществляется едва-едва она ползет как невидимые щупальцы и хватает лишь тех кто сам лезет ей навстречу для гриф это каналы продажи тверина для Айюна отголоски памяти о прошлом нашего города я знаю кто ты такой кровный ты знаешь как обращаться ко мне ты Айюн Менхун старшина боя спрашивай скажи мне кого называют Авроксом Авроксами торговцы прошлых столетий называли подобного быка того кого мы в память о знаниях тех кто послал нам его зовем босс прими гениус это чужое имя из мертвого языка он плоть от плоти матери бодхо его черты соразмерны вселен его линии линии этого мира нет в мире ничего такого что не было бы заключено в теле высшего белые ткани его предсказывают ход времен синие ткани его управляют водами и дождями бурые ткани его хранят тепло я уже вижу что ты сбиваешься даже мне известно больше что тебе известно что кости его кости горных хребтов что череп его небесный свод соки его реки волосы его травы и волокна корней голос его песня бодхо всеми его от рада жилы бодхо черная кровь его память и время нашей земли это тебе известно и так недавно ты раскрыл высшим да я был своем праве кому как не мне служителю старшине боин раскрыть линии высшего дай мне его кровь а ты дерзок сын бодхо не много ли тебе чести я действую именем пославшего меня и знаешь что за посланец явился в город я слишком хорошо знаю что ж быть посему я дам тебе столько крови сколько ты сможешь мне ценой я готов купить нам покоя избавиться от посланца но больше ты не получишь ибо я не знаю ни тебя ни имени твоего поставь мне свою горсть я артемий артемий бурок сын исидора тебе известно кто я такой и мы с вами получаем необычную кровь кровь из боя склянка с драгоценным содержимым нет сердце на ощупь она почти горячая кровь внутри склянки перетекает медленно по первому ощущению она очень густая и прозрачная словно редкая двериновая смола ну что ж друзья давайте-ка мы на этом моменте с вами остановимся спасибо вам большое за внимание подписывайтесь комментируйте оставляйте ваши оценочки рекомендуйте канал знакомым и до следующих серий